В Комистате анализируют предварительные итоги изменения цен за август. Гречка подорожала на 20, молоко на 8%. Допустимая планка 30% не превышена. В основном цены стабильные на большинство социально значимых товаров, в пределах 100%. Но есть еще товары, на которые произошло снижение цен. Это масло подсолнечное, яйца и чай. Подорожание гречневой крупы и молочных продуктов связывают с ростом закупочных цен у российских поставщиков. 80% продовольствия Коми импортируют из-за пределов региона. Но в магазинах изменились ценники не только на привозные товары. Так, Сыктывкарский завод продает торговым сетям нежирное молоко по 26 рублей за литр. Хотя совсем недавно это было 23,10. Обоснованность цен проверяют прокуратура и антимонопольное ведомство. В центре внимания УФАС, Сыктывкарский молочный завод, столичный поставщик муки, торговый дом Шидас и Усть-Вымская пекарня Альянс. Если молочный эффект объясняют засухой и скачком цен на Коми-Корма, то от гречневого ажиотаж называют искусственным. Сбор урожая этой зерновой культуры только в сентябре. Мы очень осторожно сейчас подходим к закупу крупы, которую предлагают по такой высокой цене, только по одной простой причине. Что мы думаем, что будет снижение. А куда потом денешься с этой высокой ценой? Я думаю, что и покупатели уже научены горьким опытом. И впрок брать нет никакого смысла. На заседании республиканской рабочей группы по мониторингу Галина Лапшина предложила отслеживать цены не только в магазинах, но и по всей цепочке. Аграрии, переработчики, оптовики и розничная торговля. Антимонопольные ведомства Коми советуют местным производителям молока и хлеба декларировать рост цен. То есть предварительно согласовывать повышение. Если предприятие в этом случае не прислушивается и все-таки повышает цену, а мы уже сделали предварительное заключение, что это будет необоснованно, то здесь процедура реагирования очень быстро ускоряется. Мы уже не будем проводить проверки, потому что она уже проведена уже фактически до этого. То есть сразу же может быть принято решение возбуждения антимонопольного дела и реагируем. Следующее заседание рабочей группы 7 сентября. Алексей Полторанин, Игорь Данилов, Олег Носов, телеканал Юргенск, Петкар.